В Москве детей инвалидов лечат с помощью животных. Для этого в столице специально привезли собак легендарной породы – хаски. Такой метод называют канистерапией. В чем его особенности? Разбиралась наш корреспондент Елена Хмура. Сибирские хаски, аляскинские маламуты и чукотские ездовые – для московских детей инвалидов. 30 четвероногих питомцев привезли в Москву из детского лагеря в Карелии. Единственное место в России, где ребята с проблемами в здоровье проходят особый курс реабилитации – с помощью собак. Чтобы ты не делал с этой собакой, она все равно будет тебя любить, будет тебя обнимать, будет тебя целовать и будет очень довольна тому, что ты к ней подошел и начал с ней общаться. Освоить северный туризм в одном из центральных столичных парков пригласили ребят с задержкой умственного развития. Общение с собаками, утверждают кинологи, творит с больными детьми чудеса. Отступает даже аутизм и церебральный паралич. Например, слабослышащие дети, которые в обычной жизни стесняются говорить, с собаками они раскрываются и становятся смелее. Арчи, Бэтмен, Гермес и Загри. После первого знакомства с четвероногими – подробный инструктаж. Спереди пояса, естественно, есть специальный такой поводок, к которому будет пристегнута собака. Под руководством кинологов ребята изучали снаряжение, тренировались одевать ездовые шлейки и затем собственноручно запрягали собак в нарты. Может быть, 6, может быть, 8 собак. Вот корень помощнее, да, дальше уже те, кто могут быстро бежать. И вот, наконец, первый рейс с громким кличем северных погонщиков каюров. Желающих прокатиться с ветерком по заснеженным аллеям в третий, пятый и даже десятый раз было так много, что ни одна из упряжек и минуты не простаивала. Впрочем, для выносливых ездовых – московский марафон, легкая прогулка. В столице из Карелии собаки ехали целые сутки на автомобилях. Для них такое путешествие было впервые в жизни. При этом собачки чувствуют себя отлично, вот только московская погода для них немного жарковата. Классно, такое ощущение, что мы часть жизни там сейчас находимся, в Карелии. Большинство детей признались, что теперь мечтают побывать на севере. А кое-кто задумался, не завести ли себе питомца. Даже клички уже выбрали, как у карельских ездовых. Елена Хмуро, Максим Петров, Петр Пестряев, РЕН-ТВ.